Жесть, блин. Эти муравейники московские. Ошалеть. Сера, чё ты? Это новый эпизод. Здорово. Посмотри, сколько домов, дефес. Ё-моё, я думал, мы на улицу вышли. Как будто на улице стоишь, реально. Дефес они сделали прикольное, да? Вот это они придумали. Вообще классно придумали. О, привет. Здорово. Чё вы тут делаете? Здорово. Привет. Брат, ну я уже начал наш эпизод. У Паши была днюха, вчера мы её отмечали. Ух ты. Шоу принцесски, блин. Луи Виттон, пакеты, ЦУМ. Ну, Москва, Серёдя, Москва. Я когда показываю кому-то свои грязные автомобили, это то же самое, если ты приехал ко мне домой, а я потный и не сходил в душ. Мне бескомфортно. Ну, мы ж близкие. Мы близкие, но мы же это показываем другим людям. Да хорошие. Они даже грязные и красивые. Не, ну ключ в дерьмо, конечно. Дерьмо было от предыдущего поколения, как это в 30 мастер. Согласен. А, так это от X это у тебя ещё крутое, а вот от четвёрки. Обделились почему-то. Причём оба M-шные. Давай как BMW-шники одновременно. Раз, два, три. Брат, он меня не открывает. А, она открыта была, кстати. Нормально. Вот. Её забираем. Сера, ты со мной куда-то идёшь. Ну что, рассказываю, что происходит. Мы забираем M-4 для того, чтобы отправить её на автовозе в Ростов. Сами полетим вечером на самолёте в Ростов. А чё она будет? В общем, какая идея появилась у нас? Обычно у нас все эпизоды построены на том, что мы просто куда-то едем, снимаем красивые кадры. Сейчас будет что-то другое? Да, мы совместно с Брашитом и Кепкиным будем общаться, как это сказать, никнеймами. Решили раскрыть потенциал этой машины, потому что до сих пор уже достаточно времени прошло с момента, как эта тачка появилась в нашей стране и до сих пор никто не снял нормального ролика о том, что может эта машина. Кто-то говорит, что уже не то, кто-то говорит, что у неё классная тачка, прикольно едет. И вот мы хотим до конца этот момент весь раскрыть. Мы имеем тачку, имеем, образно говоря, возможность поехать в Сочи. Имеем водителя, который может сесть и, в принципе, нормально как бы проехаться. Не просто там 10 пятачков крутить и ждать, когда она нагреется, а именно любая машина, естественно, будет греться, потому что нет потока воздуха в морду. Просто им четвертая, наверное, даёт раньше ограничений. Короче, мы это всё проверим, только мы не будем пятачки крутить. Не вылезешь? А-а. А багажник? В смысле багажник? Привет. Вот нашли, короче, ребят. Надо было вперёд ногами, наверное. Не вылезешь? Сейчас. Вот, нашли вот ребят, которые везут тачку в Ростов с колёсами отдельно в комнате. Так что, если кому-то надо перевезти машину, мы делимся контактами под видео, в описании, все дела. Красота, нет? Кайф свой такой, ангарчик. И сами все прямоели. Canon на это все-нал и после жертвов- у меня не 꿇т. encuentры depois Так что, выrab pasó респ totally республика, Ура Гвели-Х, ли哦. Кусто, это то, что это два года, который действует из тех, что ли ебного за yarщ 부�ластей в сентядец, essays как прав и не даете пациентов, �� Ура Гвелья保 Tú, М. Наскратный путь от земли в Маджет, вы отп II. Предлагаетtó главу у вас, ова его её вытащена Pilтова послеabно с never visa или под ней, почему вы чувствует нет. В студии наш красивый Паша Брашт Это крутейшая дебетовая карта в неповторимом и ограниченном дизайне С таким же неповторимым кэшбэком До 6% годовых на счет 1% с любых покупок по карте До 15% кэшбэка на выбранные категории трат в приложении банк До 20% при покупке билетов в кино, на концерты Театры через приложение Тинькофф Кэшбэк приходит не какими-то баллами или какими-то ненужными фантиками А настоящими рублями, которые можно снять в банкомате Также наличные можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира Бесплатные переводы с карты на карты, по номеру телефона и номеру карты в любой банк Специально для моих зрителей Если вы оформите заявку по ссылке в описании Вы получите карту, которая даст вам 20% кэшбэка на игры 15% на Яндекс.Еду и Деливери Клаб И 10% на App Store, Google Play, Spotify Ну а сейчас самое важное Оформи карту с моим дизайном до 31 октября И у тебя будет пожизненное бесплатное обслуживание Всем огромное спасибо, кто здесь собрался Ну и приятного просмотра Ну что, мы по классике с трассы в дом красоты По классике лейки поехали А цешка еще одна, кстати Цешка 63-я с 63-го эпизода У нового владельца И она очень сильно доработана Я про нее еще покажу потом М2 с нами приехала М4 М4 Цешка, которая моя Это одни из первых поездок Когда я приезжаю сюда уже на своей машине И из-за этого немного сложно снимать Обычно я приезжал на пассажирском Было проще снимать А так, когда ты за рулем Ты не можешь снимать Много чего упускаешь Много чего упускаешь То есть по пути было что много снять Благо есть денчик, который иногда помогает Вот, а это цешка 63-го эпизода В той же пленке Только у нее уже Эшерье оригинальные Она тут уже вся там на кованом карбоне А? Эшерье, я уже сказал Она на прямотоке У нее вон Расплавленный диффузор от выхлота Короче, легендарная тачка Ну, а это уже, конечно, современность И все остальное На фоне этого Как ни крути Ну, еще не признанная современность Но, по-любому Вариантов не будет Признают Вайя Здорово, братан! Брат, расскажи, куда на всю эту нашу банду заселили Заселение прекрасный отель, который называется Mercury Hotel Который находится на территории Красной Полянки Правильно я говорю? Это Роза Хутор На территории Роза Хутор Прекрасный вид из окна Море Прекрасные родители Что? Море Рега Рега Не, ну ты скажи, что они с нами сотрудничают И они помогли нас заселить в хорошие номера И чтобы мы были все вместе Да, это один из моментов, который был обговорен с отделом маркетинга Что по обмену через твой канал, братан, Виталий Козлов Козлов, вы можете подписывайтесь Нам предоставили возможность припарковаться на этой еще крутой парковке И поставить более крутые машины, даже, чем парковка У крутой гостиницы Если что, приглашаем отель Мэр Все, вот это приятно, да, когда такое сотрудничество Едем? Едем Слушай, ну Я предлагаю все-таки, раз уж мы здесь Раз мы в хорошей локации Предлагаю Отснять эпизод Похожий на тот эпизод, который мы отснимали с F82 и другими тачками Но уделить внимание G-серии Потому что Мне кажется, нужно попробовать раскрыть все-таки ее возможности Посмотреть на ее недостатки И кроме как в Сочи, мне кажется, это сделать сейчас нигде уже невозможно Ну да, уже прохладненько, а тут плюс 20 даже на поляне Недооцененная машина на сегодняшний день? Я думаю, что она не то, чтобы недооцененная Я думаю, что она другая У нее есть минусы, есть плюсы И сравнивать ее с F82 проблематично Но, как я уже говорил ранее, люди, которые ездили на F82, они не кайфанут от G-серии Потому что на ней ездить намного сложнее Это касается и массы, это касается и коробки Это касается многих нюансов, но у нее есть и плюсы У нее нереальная внешность У нее очень крутая подвеска У нее очень крутой салон Я думаю, ты сам это видишь У меня камера не фокусирует Вот он раскроет потенциал машины Брат, скажи, пожалуйста, где можешь монтажку по району и аху-наку, если поменять 20-я колеса на М4? Ёбан, это упоком едет, я стою иду Лебан, ты, блядь Нет, блядь Он просто пизанутый на голову, блядь, вообще человеку вообще с этой планеты Посмотрите, что у тебя, ну и стоп, а истакать, а истакать, он просто ее упоком станет Гетким называю у тебя все это Я бы ему отдался Где еще расскажи, или я с тобой забываю разговаривать Ты понимаешь, что тут вопрос не к М4, а в целом как бы к тому, что ему не важно, лишь бы задний привод, и он поедет Как сказал один парень, где лучше езжу много в чем-то жил Просто едем стоп У него провода торчат Ты понимаешь, у него пятая, там, или даже шестая, я думаю Понимаешь, какая скорость на заднем колесе там А он всю дорогу за нами елит в угле просто Брат, скажи честно, ты где-то сохранился просто, или что вообще? В чем момент? Ну что, мы имеем пару глушных колес Сухих колес Да, да, почему ты говоришь, что вот сухая лучше шина? Потому что она не рассыпается, или почему? Ну, на ней, например, чуть-чуть сейчас будет проще ехать боком, потому что... Менее зацепит, что? Да, и она сейчас не будет так сильно разваливаться Короче, будет шанс поснимать, чтобы она не развалилась Потому что Мишлен у нас очень сильно осваивается плосками от перегрева Да, да, да Ну, как ты, брат? Я доволен Блин, честно, я так рад Мне вообще, вот ты спрашиваешь, сколько ты хочешь просмотров? Мне вот вообще без разницы Я рад, что мы все просто здесь собрались И что-то красивое мы сделаем Я тоже рад, но всегда же хочется то, что ты делаешь Чтобы люди оценили Оценить, да Допустим, если смотреть тест-драйвы, обзоры всяких некомпетентных людей То они набирают много просмотров И за это обидно Потому что там люди несут всякую чушь И действительно это вымораживает Поэтому мы здесь все собрались Чтобы чуть-чуть показать людям То, что несут эти люди Это полная чушь и ересь Что таким людям вообще нельзя делать обзоры Это будет приятно, хорошим стартом Для того, чтобы мы могли дальше делать какие-то свои обзоры Более компетентные Теперь, если что Я просто не фанат этих обзоров Плюс я максимум могу что-то от себя рассказать Про потенциал машины или еще что-то У меня теперь есть тест-пилот У нас человек, которому, в принципе, вообще по барабану начнем ехать Он поедет так, как реально едет машина Это просто жесть Я реально понимаю, что Тут шансов нет вообще Что, малышка, ты готова? Хотя, судя по испарениям, она из-под капота готова точно А, ладно По спеку, по машине Она на настраиваемых пружинах HR На проставках На стоковых колесах На бескате И на жабе Жаба сейчас выключена То есть у нас сток, но с бескатом, верно? У нас сток, но я за рулем Тут еще просто 100 сил, правда, сейчас лежу Ну, расскажи можно же говорить, что у тебя тоже появилась машина это ё-моё да по-братски да ну нафиг Денчик, ты гонишь, что ли? я тебе отвечаю из всего, что я вижу в России и в нашей стране там встречка, брат, встречка то, что ты делаешь круче нету, честно есть к чему стремиться все эти пупсикольные эмошники, немошники да посмотрите, что он делает что он просто делает он её в натуре просто перегревает отвечаю, не было машин мы бы проехали весь Ахун просто без ручника и без третьей педали кстати, температура нормальная а надо было пятаки попросить, сейчас перегрелось я считаю, что это тачка другого уровня когда у меня была М3 ЕНЁС-2 я считал, что это тачка вверх эталона, там, В8 робот или механика, без разницы то, как она рулится, едет ну, мне казалось, что это очень круто потом у меня появилась новая М4 первые месяцы я её вообще не мог понять не мог на ней ехать, никак вообще ну, потому что там электронная блокировка дифференциала электронная рулевая рейка турбомотор с моментом вообще в другом диапазоне работы мотора и я плевался так же, как делают сейчас все автообзорщики касательно этой машины ну, у них нет опыта, чтобы раскрыть потенциал этой машины у меня его на тот момент тогда тоже не было а стоило мне чуть прикататься, поездить, понять эту машину я понял, что М3 Е92, которую все говорили последняя, там, настоящая МКВ-8, дросселя что она уже рядом в ней стоит потому что эта машина из разного вообще, как сказать, уровня и когда сейчас я сажусь в М3 Е92 я понимаю, что это, да, крутая эмоциональная машина но я эту машину перерос в плане того, что она не может мне дать то, что мне нужно она слабая, у нее нет момента то есть, уровень меня перерос в эту машину так же было с F-кузовом на F-кузове отъездил 6 лет М3, М4, у меня было 4 разных машины 3 М4 и одна М3 я эту машину всю выкатал на любой скорости, там, на любых передачах на любых поворотах мне уже она стала эмоционально скучная сейчас вот эта машина она мне еще совсем не далась и мне хочется, то есть, на ней кататься раскрывать ее потенциал а для этого всего лишь мне нужно чуть-чуть времени это жесть просто, что он делает ну, короче, ты еще считаешь, что ты не раскрыл ее потенциал? конечно, нет но она в натуре сейчас, брат, перегреем ее покажите на каташ, она уже перегреется ё-моё, блин в общем, ты в восторге от машины однозначно если сравнивать, как ее с F-кузовом то видно, что инженеры 6 лет не стояли на месте и сделали достаточно крутую тачку но что стало лучше, давай так все есть какие-то косяки у нее там, касательно того, что короткие передачи на автомате но советовал бы я ее менять людям после F-кузова, конечно, однозначно F-кузов уже морально устарел и эта тачка совсем другие эмоции просто она сложнее но она может ехать точно так же, как и в кузов даже, мне кажется, в каких-то моментах лучше к ней нужно привыкнуть нужно подрасти в плане для этой машины как сказать скилл ну, поднабрать людям потому что люди не понимают эту машину, боятся у нее очень короткие передачи она очень быстро ускоряется понятное дело, что она отличается от F-кузова никто не говорил, что она должна быть точно такая а вот эти горе-долбоебые обзорщики которые все про нее там что-то говорят, хейтят честно, они вообще в моем понимании я бы им велосипед дал только на обзор я не знаю, как BMW доверяет такие машины таким, честно говоря, долбоебым мне бы ни одной машины не дало ни на тест хотя я для BMW сделал столько рекламы сколько не сделал ни один автообзорчик ну да а и видеоклипы смотрели кучу миллионов людей да пока Денчик прикатывается я расскажу, что Денчик сколько этапов наверное, правильнее сказать ты участвовал в РДС сколько раз ты участвовал в соревнованиях в 2016 году я проехал один этап это был этап не на моей машине на машине моего друга на следующий сезон я купил свою машину далее, следующий год я проехал три этапа последний этап был здесь у меня в Сочи я его выиграл и на этом завершил свое участие потому что за свой счет у меня дальше не было возможности выступать ну, в общем, да и к тому, что Денчик можно его назвать, в принципе, профессиональным пилотом в РДС потому что он выступал так что он не халам-балам ну что, появляемся вот из аналогов нету вот это обидно, что приходится ездить на эту опа, да луу нафиг ай, ну это кусочек, наверное, да? перегрелся а, вот он, брат это кусочек просто слез протектор мать что страшного? не, ну мы просто беспощадно ездили мы, ну, не давали остыть резине ну, да, чуть-чуть ехать села ну, поехали да третья передача Машка, назови чуть-чуть да дождь закончился, прикинь, слава богу тихо-тих-тих-тих-тих нормальный блин, за малый, брат шесть гуля, когда перегреется на туре сотку держит а напишите в комментариях, когда уже перегреется да, может кто-то знает плюс 15 на улице только не борщи, брат только не борщи, брат в статах полторы тысячи или две тысячи да, чувствуешь, что дышать тяжело и турбомашины не едут здесь мне еще даже ходить тяжело ну реально да, Эдгарчик поднабрал с последнего эпизода, где он участвовал но он как бы семейный человек у Эдгара пока что нет М2, он ее продал но зато у него уже два ребенка два пацана, вот это круто блин, на стабилизатор неудобно снимать с рук удобнее не обессудьте, если я буду дальше с рук снимать черт, это Брайан Дэн, Дэн, спрячься, Дэн Осторожно, медведи в целом неплохо получилось как они кадр в пароле, ну хорошо все самое главное, его пока не было ни одной машины как только он поехал, три газели просто отлично, Паш, красавчик тебе сегодня мороженое за мой счет ладно, у нас, короче, эпизод про М4 давайте каждый расскажет, кто, как, вообще как, кому эта тачка никто не рассказывает, ни у кого ее нету так что? о, Дэнчик сейчас будет ё-моё ты маминой подруги, я не умею вот так тиктокеры садятся за руль, а потом говорят, что машина не может вот так тиктокеры садятся за руль, а потом говорят, что машина не может базару нет нужно было просто вкатиться вот и все машина просто сложная на самом деле чем вкус и если садится простой человек который никогда не ездил то вероятность что что-то получится на f кузове больше нежели на g кузове пока так а на секундочку отвлечемся от м4 хочу вам кое-что показать круто не так ли ничего не понял давай тогда подробнее больше сотни уникальных автомобилей крутой тюнинг геймплей с друзьями и просто случайными игроками уже звучит лучше правда в этой игре точно сможешь пропасть надолго работайте играйте развивайтесь и все это на просторах си сиди планет в gta 5 губернатор мая чё там за фотосессии Чё, клип ниггерский какой-то снимают, что ли? Это мой новый рэп-пайс, а у Ву-Тенг. Ву-Тенг, да? Да, здесь вот это чёрное движение. Ну чё это? Какой сегодня в роддом? Я думаю, левая вот чёрная. Левая чёрная, которая с губой, братан. Есть? Да. Ну это тоже чуть-чуть. Она на стейдже, кстати. Вот её тоже чуть проверим. А это максимальная стоковая. Она сток-подвески без карбон-пакета. Я вот понял, что после вчерашнего, что эта тачка топ. Прокатившись вчера вечером опять на предыдущем кузове М4, однозначно я понял, что эта тачка другого уровня. Мне крутая. Она позволяет делать всё, что ты хочешь. Так же, как, в принципе, и предыдущий кузов. Так что все, кто там говорят, что она что-то не может, пусть прокачивает свой скил. Согласен. Ну, я сам удивлён, если честно. Мы ехали вчера третью, четвёртую, пятую, шестую. Брат, мы седьмую ехали. Седьмую, но это мы в тоже ехали. Ну, вот шестая. Шестая, шестая. Ты когда думаешь? Снимая. Спокуха просто. Надо восьмую, чтобы сказать, что передачи закончились. Всё, не хватает уже. Да, да, да. Девять сделаем. Да, это будет смешно. Все они трекпак, кстати. Все трекпак, да. Все на ковшах, все на керамике. Но только одна с карбон-пакетом. О, Киев. Киев здесь. Блин, что за тусовка у нас, да? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Что всё? Резина всё? Да, уже прям. Ага, да, вон, разорвался. А, братан, всё. Нет, тебя крой. Это какая передача у тебя, брат? Ветер здесь. Да, она сразу разрывает. Но у тебя её и не было, на самом деле. Не было её, да. Ну что, как тебе? Да я просто вов... Кепкин, Репкин, Чепкин. Он сумасшедший. Но он это всё контролирует, вы же понимаете, что он не просто... Есть к чему стремиться. Только машина говно наперегивает. Мы на себя не уваливаем. Это страшно. Какой план? Вниз сейчас, да, движемся? Да доедет, даже если спустит, доедет. Всё, минус один. Просто на эту красоту. Какая температура там? Сочи. У меня градусов 130. Можем ещё вверх подняться, у меня чуть-чуть шина есть, ещё что-нибудь снимать. Можем с салона, Виталь, чтобы ты ко мне сел в салон. Давай. Ну так это и происходит. Впервые в жизни мы все на рациях, это пипец как удобно. Обычно мы все созваниваемся, но в горах связи нет. Когда будем ехать, я буду говорить на камеру. С тобой вдвоём сядем, поедем просто и всё. Вот. Фу, блин, как жарко. Брат, это Адлерская, дрифт-такси. Здрасте, подъезжаете? Фу, пипец, как жарко. Блин, виды, кайф, да? Тут безумно красиво, прям хочется переехать сюда, жить каждый день снимать. Когда-нибудь зимой мы сюда переедем. Обязательно. На республику. Вот. Вот, смотри. Да, вообще, она прекрасно управляет. Вот, вот, одной рукой, одной рукой. Жесть. Просто жесть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Страшненько, блин. Что ещё надо? Скажи мне. Что? Я не знаю. Отвечаю, тут неважно, походу, какая машина. Дело не в М4, дело в прокладке между сиденьем и рулём, походу. Тебе нравится самому? Давайте я покажу, как проехать туда, если Виталик знаешь. Я, если честно, ну, я не катался. Я, конечно, не такой пилот, как ты. У меня ещё есть к чему стремиться. Вот. Исходя из мнений владельцев, которые купили эти тачки, Давид, Денчик, никто не был прям, знаешь, типа, это лучшее вообще, что было в моей жизни. Вот у них такого не было. Она в разы, в разы лучше. Та проблема, которая у неё есть, касательно некого перегрева, она, опять же, не перегрева мотора, а перегрева по маслу. Здесь масса залито 0,30 от дилера. Ты думаешь, это влияет? Конечно, однозначно. Вот смотри, я ездил в RDS, в RDS ездят, также есть, ну, разные моторы, там, разные пилоты, разное количество лошадиных сил. Но там тоже есть проблема перегрева масла. Там все едут на масле 5,50, 10,60, 20,60. Здесь масло залито 0,30. Это очень жидкое масло. Если сюда залить 5,40, у него есть допуски, я думаю, у этого мотора на 5,40, то, я думаю, для активной эксплуатации это будет только плюс, потому что масло будет более густой, оно более восприимчиво к высоким нагрузкам. А там уже решитель. Короче, я знал и, ну, в душе хотел, что именно ролик, грубо говоря, тест-драйв и раскрытие потенциала на М4 должен быть крутой пилот. И в целом, ну, как вы видите сами. Вот жалуются, что вот она с места, ты хочешь газ нажать, а она не срывается. Вот давай нажимать. Ну, смотри, вот мы нажимаем в пол. Не дует, не дует. Вот сейчас поехал. Ну, конечно, это же автомат. Он не может, как на ревке, где ты играешь в пол. Нажал, она кинула обороты и тронулась. Да, здесь автомат, там был робот. Но, не за, у нее достаточно хорошие. Не знаю, все, кто отчетом хотят, что у них не получается. У меня все получается. Сажал, просто на эту красоту. Безумно красиво. Камера не передался. Я бы здесь снимал. Да, я бы тоже. У меня бы все машины здесь приехали и боком. И прям как надо. Посмотрел обзор Давидыча с М4. У меня просто забомбило. Не знаю, кем он там себя возомнил. Но, просто реально, это стыдно. И позор. Я не понимаю, как человек может продолжать дальше что-то снимать подобного. Благорода видеоролики. Но, зато, если бы не Давидыч, мы бы тут не собрались. Однозначно. Если бы не его ролик, мы бы сюда, наверное, и не приехали. Ну, а вообще вот без дрифта, если в плане управляемости, динамики. Она чуть-чуть потяжелее, чем в автобусах. У нас шина уже чуть пухает. Если она на автобусах, она безумно крутая лица. Не, ну, что я могу сказать? Ждем нам два. Что думаешь? Мне интересно, они воткнут мне С-58 или Супровский мотор воткнут этот? Ну, я думаю, уже С-58. Будет круто. Она будет легче, она будет меньше. Кайф только эту не продавать, СС-ку, и просто еще... Ну, это лимитировано, да, ее уже оставите в Советскую общую дополнение к ней. До полного. Сегодня по-сухому, сегодня интересней, скажи. Да, да, мне еще вчера, когда мы выложили видео в дождь, многие написали, ну, а что вы в дождь, давайте по-сухому, мол. Люди еще некоторые реально сомневаются. С-с-с, вот, блядь, это... Он не пойдет, а нам теперь доказывают, блядь, оправдывайся. Ля, давайте так каждые выходные собираться в такой банк. Да, давай. Пусть нам качка-дельбик собирался. Что там на богатом, в ломце? Глеб. Час. И московская экскортница. Бля, не завидуй тебя. Вообще не завидуй. Она тут кайфует, блядь. Слушай, а это ваше первое свидание? Нет, конечно. Мы вчера, она вчера ко мне прилетела. В тиндере познакомились? А ты, вы по сертификатам, Середина, виделись? Нет, нет, мы ее в инстаграме написали. А, тут Петя Ристерман при делах, я вижу. Малышка хорошая. Малышка хорошая. Тема, что ли шо? Да, это красота. Майя, вот она. Карта? Да, карта я могу. Спасибо. Спасибо. Да, 654. Вот мы вчера ездили на Ахуне. Вот этот рифтовый конфиг мы проехали на этой машине. У нее температура была достаточно высокая, но ошибки по перегреву мы не поймали ни разу. Ни сегодня, ни вчера. Опять же, взяли вчера прокатиться М2. На первом же подъеме вверх, того же самого конфига, который мы проехали на этой машине. Боком М2 сразу же выдел ошибку перегрева. О, перегрев. А говорят, что только М4 греется. Нет, все греется. В чем проблема-то? Да нет, да, это физически как бы логично. Машина перегревается. Вопрос того, какое в ней масло и как вы ее эксплуатируете. У нас за два дня ни разу ни одной ошибки на ней перегрева не было. Была ошибка в первый день, но она была на 295-х шинах и на прошивке. Как только мы прошивку выключили, никаких проблем у нас не было. У нас, да, была высокая температура, но она бывает на любой машине. И видишь, что уже там 140 градусов ты остановился или спокойно проехался, она остыла. И все, ты едешь дальше. Но не надо крутить на месте, там, образно, 10-15 петоков. Но и опять же, мне кажется, давай сейчас попробуем. Покрутим 10 раз и так, и мне кажется, у нас не будет ошибки. Вопрос просто, как вы это делаете? Если вы просто заехали на парковку, выкрытили руль, газ в пол, и вас сечки не смешно одолбится, то, конечно, любая перегреется. У вас нет обдува. Но человек, который снимал этот бред нес, он не пытался в этой проблеме как-то разобраться. Он сказал, что не хочет в этом разбираться, а просто захейтил тачку. Ну, это не объективно. Почему вот мы едем конфиг, подъем вверх, в горы, в дождь, в сухую погоду, у нас нет никаких ошибок. При том, что здесь реально теплее. Вот сейчас 17 градусов. Да, и воздух в горах другой. Да, более сжато. Конечно. У нас нет, мы не поймали ни разу ошибку. А человек стоит на месте, крутит пятачками и говорит, блин, и вы не перегреваете. Ну что, у нас сейчас будет тест 10 кругов, который называется. Как перегреть пятачками. Да, лучше отъезжай. Ладно, врываемся. Оставьте шоколадный по-братски. Воу, 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 воу. Вот он, вот он. Не, не, вон он. Вон он. Синабон, ё-моё. Да, пипец, у нас легендарный состав, реально. Так, ну соберёмся. Оливочка, возьми, я у тебя укушу. Ура. Ну что там? Одиннадцать кругов. Что, блин? Сто градусов. Сейчас, вот-вот, сейчас. Ну что сейчас? Сто градусов. Ну тут 110, может. Ну это нормально. Ну что, блин? Сколько тихо тут? Сто. Сто десять. Идите, снимайте обзоры на свои тиктоки, блин. Хорош. Сколько тихо, блин. Господи, выключите за ручку, но. Кошерно было, братан. Кар, нож есть? Нету. Как нету, всегда был бы. Да, он сожжётся сейчас, да. Я думаю, он не докрутит. Знаешь почему? Не хватит. Не, не, морда широкая, слишком. Слишком зацепистая морда, ну, 275-ое колесо. Чисто, давай. Это тебе не на Мерседесе ехать. Я же сказал, не докрутит, но всё равно было красиво. Там уже искры, братан. Сейчас тоже не перегрелось? Знаешь, тоже не перегрелось. Да ё-моё, блин. Ни одной ошибки, блядь, за два дня. Это что, она нормальная, получается, что-то? Слушай, получается реально нормальная тачка или чего? Получается так. А какие в ней есть косяки? Не, давай реально скажем, что мы ничего с ней не делали, что она там не задыхалась, у неё всё сток. У нас нормально, полностью была прогретая машина с рабочей температуры. У меня загорелся отказ ручника, короче. И у меня повисла хуйня, там какая-то пластик. У него ручник поломался. У меня вот наверху походу резина намотала, ничего, пластик там вылетел. Да, там идут провода из-за того, что там идут провода на АБС, на ручник, на всё это. Ты видать, когда шину, у тебя она полностью разорвалась и ошмёстками либо отсоединилась фишка, либо порвала. Да, да, да. Ну, может, перетёрла, но перетёрла, брат. Такие проблемы в BMW бывают. Прикольная поездка, на самом деле. Даже за деньги так не прокатит. Ты можешь не ватюкаться? Нет, нет. Да, точно. Мы в Сочи, ё-моё. Ты рад? Вообще полный цель. Когда его тачку используют как техничку, не особо счастлив. Ещё и Мерседес, который стоит дорого, и тут ногами всё чиркают, блин, стабами царапают. Брат, я хочу проверить, ты когда писаешь, видишь, из чего писаешь или нет. Да, взгляд. Не, я взгляд понял, ловлю тебя. Походу, не видно, понял. М8 в продаже. Кому нужно, пишите, вот, в продаже. А что, ну что хочешь поменять? Обратно на Мерседес? Новый классовник. Новый классовник. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok